У нас обзор на клавис, а клавис это клавис. Клавис это пандан. Клавис это пандан. Сергей, неужто мы с тобой так плохо стали жить, что обозреваем безалкогольные напитки? Получается так. Ютуб. Все. Алкоголь. Все. Будем пить безалкогольные напитки. Ну ладно, в каждой шутке на самом деле есть доля шутки. Но все-таки у Сергея оказался такой вот премикс. Причем вот эта линеечка очень широко на самом деле распространена в барной культуре. И даже в некоторых барах используется. Но могу сказать свое. Даже нет. Могу передать чужой фип. Василий занимался организацией баров. Либо готовил коктейли для некоторых баров. Не просто Василий, а Василий. Василий Захаров. Спасибо, коллега. Спасибо за поправку меня, такого балбеса. Василий Захаров занимался организацией коктейльной карты. Либо как-то связывался с барами. И говорит, что клавес очень много где заходил. Но на самом деле не везде прижился. Потому что у них очень сильно отличаются разные вот эти вот кордиалы. От линейки к линейке. То есть с каким-то рецептом, например, вот с этим один коктейль будет замечательно. Другой кордиал уже не подходит для этого рецепта. Потому что баланс расходится полностью. И даже говорил, что разные розливы тоже могли сильно отличаться. И вот именно поэтому не самый, на самом деле, стопроцентный вариант. Хотя говорят, что готовили бармен. Сегодня мы попробуем этот кордиал. Я надеюсь, он будет вкусен. И мы с ним сделаем безалкогольный коктейль. Это точно. По поводу алкогольного коктейля я пока не уверен. Ты скажи, какие вкусы здесь? Какие вкусы здесь? Спасибо, коллега, что поправляете меня. Основа для коктейлей. Пандан, банан. Безалкогольный вермут. Фруктовый, сочный, утонченный. Хорошо сочетается с ромом, бурбоном, водкой. Также попробуйте с содовой. Содовый мы и попробуем. Да. Я Диме сказал, что пандан это какая-то трава тропическая. Я почему-то думал, что это орех. А он говорит, что это орех. Разрешите наш спор. Напишите в комментариях, что такое пандан. По мне это какая-то травка. Ну это же не алкоголь, наливай больше уж. Точно? Ну конечно что. Ну что, будем безалкогольное пить? Мы еще успеем коктейля. Сочек. Сочеком. Мы попробуем точно с газировкой. Хорошо пахнет. Пахнет, да. Пахнет реально. На самом деле, вот я сейчас из бутылочки нюхал. Пахнет как будто цитрусовым вермутом. Аромат больше цитрусовым. Бананом практически не пахнет. Да, бананом не пахнет. Какой-то лимонадик. Чуть-чуть отдаленно, на самом деле, напоминает зеленый банан. Знаешь, когда зеленый банан, ты его разрезаешь, он какую-то травянистую ноду имеет. Да, да, да. Что-то подобное есть. У нас, конечно, сегодня для сравнения, я так вот чисто взял на всякий случай. Оригинальный банановый ликер от Фрука Шульц. Нюхни его и посмотри. Здесь пахнет ли бананом? Просто бутылку. Здесь больше пахнет... Вяльным бананом. Ну да, бананом и медом, и ванилью. Ну, короче, не замена. Вот этот клавис, не замена бананового ликера, к сожалению. Конкретно это. Ну, да, конкретно это. Пахнет, вот эта штука пахнет очень прикольно. И у меня было несколько коктейлей с ним. Может быть, один, может быть, два. Сейчас точно не вспомню. Он отлично себя показал. Давай, на вкус. Может, на вкус будет банан? Может быть, давай. Безалкогольный чок. Докатились. И слегка. Ой, да. Бабушкино варенье. Банана нет. Банана что-то я не чувствую. Просто пандан чувствую, а банана нет. Слушай, я не знаю, что такое пандан, во-первых. Но это пандан. А вот ты обманываешь. На послевкусие есть банан. Причем не банан, а банановый пирог какой-то. Что-то такое пирожковое. И не первый вкус, а вот именно в конце. Догоняйте, да? Да. Ну. Да, кожу. Больше напоминает какой-то кекс, булочка с ароматом банана. В принципе, слушай, мне даже нравится на самом деле. Это невыкинутые деньги абсолютно. То есть, это хороший премикс для ваших коктейлей. Здесь, на самом деле, на этикетке есть рецептура. Первое, это безалкогольное. Что мы сегодня точно сделаем. Лимонад. Смешайте одну часть клависа. Две части газированной воды в высоком бокале. Добавьте лед. Перемешайте 3 секунды. Наслаждайтесь 4 секунды. Ну, это я уже в себя добавил. Хайбол. Смешайте 40 клависа. 30 крепкого алкоголя. Лед. Перемешайте. Добавьте 70 мл. Содовый. Перемешайте. Коктейль готов. Наслаждайтесь. Ну, и рецепт для профессионалов. Главное наслаждайтесь. Главное наслаждаться. В любом варианте наслаждайтесь. Без этого эффекта не будет. Рецепт для профессионалов. Наполните шейкер льдом. Налейте 40 клависа. Добавьте 50 мл. Светлого арома. 10 мл. Сока лайма. Взбейте в шейкере. Отфильтруйте в коктейльный бокал от льда. В коктейльную рюмку. Наслаждайтесь. Ну, тоже наслаждайтесь на самом деле. Молодцы. Подготовились. Не факт, что вот на самом деле со всеми этими рецептами всем понравится, но по крайней мере аромат мне нравится. Ну, аромат вкусный, но я хотел банан, но банана здесь нет. Да, здесь банана, к сожалению, нет. Это очень неплохой кордиал. Основа для ваших коктейлей. Давайте, раз у нас есть лед в бокалах, давайте уж так и быть сделаем. Давайте 30 за 60 сделаем. Один к одному, может, мне кажется, слишком будет водянистый, нет? Он не такой сладкий, на самом деле, чтобы... Ну, как сказать не сладкий, он достаточно сбалансированный, на самом деле. У нас в чатике Дима из Питера очень сильно рекомендовал один рецепт. Дима его раскручивает, конечно, эти клавицы. Ну, и то, он говорит, что не все ему заходит. Он амбассадор может, что он клавица, Дима. Все мы не без греха, на самом деле. Ну, грехом чувствуется, папатирует. Он, причем, рекомендует какие-то только два из них. Один, по-моему, цветочный, а второй черничный или что-то такое ягодный. Ну, я надеюсь, Дима напишет в комментариях. В любом случае, я у него спрошу, и он скажет, что ему понравилось, а что нет. Попробую. Да, сбалансировано. Очень приятно. Это похож на типичный лимонадик, который вы можете купить. Да. Очень, кстати, неплохая штука вышла. Ну да, неплохо. Неплохо. Один к двум. Идеально. Может быть, чуть более насыщенно, чем готовый коктейль в банке, но очень неплохо. Действительно, добавить сюда водки, текилы, рома, виски, наверное, нет. А вот что-то из белых дистиллятов, даже, может быть, мискаль, на самом деле, с легкими копчено-дымными нотами зашел бы замечательно. Думаю, да. Ну, кто не пьет алкоголь, пожалуйста, пейте вот. Со льдом. Да. Даже, на самом деле, кто пьет алкоголь, можно смешать с вином, с игристым вином. С сухим вермутом, кстати, бы хорошо. Шприц, любой шприц это будет, конечно. Ну, я бы себе вот такую штуку не взял. Видите, здесь банан. Я бы не взял. В какую цену тебе это обошлось? Обошлось это по акции на Озоне где-то 550 рублей за 0,75. Без акции стоит типа 1300. Ну, 1300. Даже 550, ну, по мне, это уже прям очень высоко. Дело каждого. У тебя точно уйдет это детям. У тебя уйдет вот просто сделать себе вечером лимонадик, даже без алкоголя, вот смешать с газировочкой, в принципе, мне понравилось. Да. Такая вот основа за 1300, это, конечно, перебор. Но это в любом случае лучше, чем большинство от этих дешевых лимонадов, что есть у нас в продаже. Гораздо интересней. И с ним действительно можно поработать, добавить крепкого алкоголя. Но все-таки все упирается в цену. За стоимость 1300 можно взять хорошую... Ром, можно взять реально хороший ром. Можно взять реально хороший российский джим. Очень хороший российский джим можно взять на эти деньги. Двоякое чувство, на самом деле. Конечно. Не разочарование, в полном смысле этого слова. Но, если честно, и не откровение. Понятно, что за дешево вы не сделаете прям хороший продукт. А если у вас есть хорошие материальные средства, большие вложения, вы можете сделать очень качественный вот в данном случае корнил. И это будет действительно достойно. И не все оценят ваши труды. Вот мы не оценили на 100%, но точно не разочарование. Если возьмете вот этот, вот именно этот пандан, банан, безалкогольный вермут. Сочный, фруктовый. Наслаждайтесь. Точно. Наслаждайтесь. Вы не разочаруетесь. Но второй раз возможно не приобретете. В любом случае ваше здоровье, даже безалкогольное здоровье, вам тоже пригодится. Подписывайтесь на канал на YouTube, подписывайтесь ВКонтакте, Дзен. Обязательно заходите на Бусти, там ролики выходят в первую очередь. И можете оставлять свое мнение в комментариях в любом из каналов. Я читаю, смотрю, иногда реагирую. Если вы говорите что-то интересное, точно реагирую, если вы меня оскорбляете. Поэтому оставляйте положение. Пишите оскорбление. Не надо писать оскорбление. Я человек простой, могу ответить. Но в любом случае, если ваше мнение негативное, можете его оставить. Не факт, что я учту ваше замечание. Фанаты клависа пишите. Фанаты клависа пишите. В любом случае, Сергей, спасибо за вот эту бутылочку. Мне было очень интересно попробовать давно эту линейку. Да, понятно, что разные вкусы совершенно по-разному будут сочетаться в коктейлях и где-то есть прям великолепные вещи, которые точно стоят вашего внимания. Если вы уже что-то пробовали, порекомендуйте. Мне действительно будет интересно, возможно, себе что-то приобрету для белых дистиллятов. Это зайдет на ура. Попробуй потом с белым ромом на самом деле или с джином скинемся. Да, с джин, газировка и вот эти 15 мл пандана будут отлично. Просто сауэр сделай с джином и будет с мятой. Ладно, всем пока, удачи, до следующих встреч, подписывайтесь и ставьте лайк.